Девушки отдыхают Девушки отдыхают Заведующая отделом президиума Янаульского городского совета Анфиса Файсеевна, расскажите, пожалуйста, об особенностях выборов нынешнего года Приближается 5 марта, день выборов депутатов Государственного собрания, Городского совета, Сельских советов нашей республики Государственное собрание Республики Башкорстан состоит из двух палат Палаты представителей и законодательной палаты В законодательную палату должны быть избраны 40 депутатов А в палату представителей 154 депутата по всей нашей республике Депутаты законодательной палаты в количестве 40 человек должны будут работать на постоянной основе И постоянно жить в городе Уфе Они будут заниматься выработкой законов В нашем районе, согласно новым законам о выборах, произошли некоторые изменения Вместо 75 округов созданы 43 округа по выборам депутатов И произошло некоторые изменения в избирательных участках У нас в городе 13 избирательных участков Увеличилось количество избирательных участков и в селах 5 марта, придя на избирательные участки, вы получите 4 бюллетеня По выборам депутатов в палата представителей Государственного собрания В этот бюллетень включены зарегистрированные кандидаты в депутаты Фамилии даны в алфавитном порядке и также даны их данные Здесь включаются фамилии Зиязов Назир Загитович Глава администрации нашего города Пензин Юрий Гаврилович, начальник НГДУ Краснохолмскнефть Тазиддинов Шамсуддин Шайхуддинович, главный врач прогрессской участковой больницы И Хабибуллин Фаргат Фаатович, заместитель директора акционерного общества Янаульская сельхозтехника Рассказала, в бюллетене номер 1 вы увидите фамилии 4 кандидатов депутаты Но, согласно законам о выборах, мы избираем только 2 депутатов среди этих 4 кандидатов Значит, мы заполняем пустые квадраты напротив тех фамилий, за кандидатов которых мы голосуем Остальные квадратики остаются пустые Если мы хотим проголосовать против всех кандидатов, мы ставим знак плюс или другой знак напротив строки против всех кандидатов Бюллетень, это бюллетень по выборам в городской совет Здесь у нас округа в основном безальтернативные В основном будет одна фамилия в каждом бюллетене Если мы хотим проголосовать за данного кандидата, мы заполняем пустой квадрат знаком плюс или другим знаком Если мы голосуем против данного кандидата, ставим знак плюс или другой знак в строке против кандидата Жители сельской местности также получат бюллетени по выборам депутатов в сельский совет Недавно почти 90 семей получили квартиры в новых домах, где же они будут голосовать? Действительно, некоторые избиратели свои старые адреса поменяли на новое место жительства Это жители по улице Азина 17 и Ломоносова 8 Эти избиратели имеют возможность проголосовать по старым адресам Но если же они хотят проголосовать по новому месту жительства Избиратели, живущие в доме по улице Азина 17, пойдут голосовать в среднюю школу номер 2 А жители, живущие по улице Ломоносова 8, пойдут голосовать в среднюю школу номер 4 Но они заранее должны предупредить об этом участковую избирательную комиссию Их фамилии будут внесены в дополнительные списки избирателей Анфиса Файзиевна, если кто-то 5 марта оказался в командировке, как ему будет? Да, конечно, бывают случаи По уважительным причинам они не могут явиться на избирательный участок для голосования За 7 дней до голосования эти люди могут прийти в окружную избирательную комиссию В здании горсовета и проголосовать А за 3-4 дня они могут прийти в участковую избирательную комиссию Есть избиратели, которые по болезни или другим уважительным причинам Не могут явиться на избирательные участки для голосования В этом случае они должны поставить в известность участковую избирательную комиссию И члены участковой избирательной комиссии их посетят на дому И они проведут голосование у себя дома Голосование проводится 5 марта в воскресенье с 8 часов утра до 22 часов Придя, идя на избирательный участок, пожалуйста, не забудьте взять с собой паспорта Потому что, получая бюллетень, членам избирательной комиссии вы предъявите свои паспорта И они запишут серию и номер паспорта в списке избирателей Уважаемые избиратели, предвыборная кампания входит в завершающий этап В эти дни проходят встречи избирателей с кандидатами в депутаты Составлены списки избирателей, оборудуются участковые, оборудуются избирательные участки Избиратели сейчас имеют возможность ознакомиться с данными списками, с законами о выборах И получить дополнительные сведения о кандидатах в депутаты О границах избирательных округов, об избирательных участках Вы можете узнать дополнительно, позвонив по телефону 2-16-36-2-11-74 Или в окружной избирательной комиссии по телефону 2-15-98 Дорогие избиратели, я призываю вас принять активное участие на выборах 5 марта Благодарю за внимание 18 февраля в Доме техники нефтяников состоялась встреча руководителя местной администрации С участниками художественной самодетельности района Работниками культуры и руководителей предприятий, организаций и хозяйств Состоялся обстоятельный продолжительный разговор о состоянии культуры в городе и районе С докладом выступил глава администрации города и района Назир Загитович Зиязов Он ознакомил участников встречи с общественно-политической и социально-экономической ситуацией в городе и районе Мерами, принимаемыми руководством по поддержке и развитию культуры Было отмечено, что несмотря на трудности экономического и финансового характера У нас делается все, чтобы сохранить культуру и искусство, поддержать работников этой сферы В условиях улучшения экономических и социальных условий жизни На первом плане должны находиться вопросы активизации человеческого фактора Нужно постоянно развивать у людей производственную и духовную активность Воспитывать высокую нравственность и другие общечеловеческие ценности Проблема отдыха свободного времени, его разумного использования Представляет огромный общественный, а точнее государственный интерес Наш доступ должен быть богатым, интересным и благотворным Он должен способствовать высокопроизводительному труду, ущобе, общественной деятельности человека Раскрыть его способности и возможности, более полно удовлетворять духовные потребности Культурно-просветительные учреждения в тесном единстве со всей общественностью При активной поддержке местных администраций, руководителей предприятий, организаций, учреждений Могут и должны вести целенаправленную кропотливую работу По формированию здорового образа жизни, организаций и в свободном времени Надо сказать, для этого мы располагаем всеми необходимыми Нельзя не удивляться тому, что как богатонарокными, самобытными, яркими талантами Наша Янаульская земля Тысячи зрителей восхищались блестящими выступлениями певцов, танцоров, музыкантов Мастеров художественного слова В свое время заметно оживились и разнообразились Многие формы культуры просветительной работы Деятельности учреждений культуры приоритетными стали Развитие любительского творчества, возрождение народных промыслов и ремесел Национальных праздников и обрядов Именно в плане их утверждения Затем слово было предоставлено ведущему специалисту Министерства культуры Ямала Шагирьяновне Исхаковой Говорю, потому что 13-го состоялась расширенная коллегия, расширенная коллегия Министерства культуры И там очень хвалебные, поздравительные слова прозвучало в адрес Янаула, Янаульцам Наш заместитель министра культуры Светлана Аркадьевна очень поблагодарила Янаульцев Она, в частности, подвела итоги по выступлению участников художественной самодеятельности района На зональном конкурсе «Весна победы» Отметила, что из 27 участников 21 награждены дипломами Министерства культуры Ямала Шагирьяновна сказала также, что многие номера отобраны на республиканский конкурс И среди всех просмотренных зональных выступлений Янаульский один из лучших Затем она вручила дипломы лауреатов и памятные подарки Назир Загитович Зиазов еще раз подчеркнул, что руководством района и впредь будет оказываться поддержка развития культурно-духовной сферы В свою очередь от имени работников культуры выступила заведующая отделом культуры Римма Фамиевна Фазылова Администрации города и района Лично Назир Загитовичу За оказанную помощь в организации всех таких вот мероприятий Заместителю главы администрации Кудулхаковой Арзине Тимирхановине Всем вам руководителей, которые всегда относятся с пониманием, с поддержкой всех наших вот проблем Огромное вам спасибо Вот и настал день, в котором мы с вами ждали два года Презентация нашей Янаульской школы-гимназии Примечательно то, что наш праздник совпал с Днем Святого Валентина Ведь 14 февраля день признания в любви Любви к дорогим и близким людям Словно вихрем ворвалась в нашу обыденную жизнь Слово презентация и прочно укрепило свои позиции 14 февраля такое мероприятие состоялось в школе-гимназии номер 2 Школа в течение двух лет работала в условиях эксперимента В ноябре 1994 года школу проверяла комиссия Министерства народного образования После знакомства с учебными планами, программами, посещения уроков и вне-классных мероприятий Проведение тестовых контрольных работ, сочинений, собеседований с учащимися С учителями, родителями, администрацией школы Комиссия решила школе дать статус гимназии Членов комиссии приятно удивил внешний вид и культура поведения учащихся Материально-техническая и дидактическая оснащенность школы, ее интерьер И вот наступает торжественная минута Лицензию вручает министр народного образования Республики Башкортостан Рифат Тимирбаевич Горданов Законная первая гимназия в республике, это Яновольская гимназия Пока еще узаконенных гимназий у нас нет Два года тому назад, эта гимназия, эта школа, мы на коллегии решили По представлению материалов объявить эту школу, то есть в экспериментальном порядке Разрешить попробовать стать гимназией Ну вот, взяли на школу-интернат-гимназии Сегодня наша школа юридически получила статус школы-гимназии Это большое событие не только для нашего коллектива, но и для нашего города, и для района Как уже было сказано, авториентная комиссия Министерства народного образования Башкортостана Положительно оценила двухлетнюю экспериментальную работу большого коллектива учителей Соответным словом выступил директор школы-гимназии Ханив Харисович Мударисов В настоящее время в школе наряду с общеобразовательными 16 гимназических классов по физико-математическому и гуманитарному профилю Всего 420 гимназистов Учителя школы много работали над разработкой программы учебных планов Содержание спецкурсов, факультативов, клубной и кружковой работы На районном конкурсе Узбекова Лилия Рашитовна призвана учителем года Ахметьянова Зифилиохатовна, Мулаярова Роза Галинуровна, Курбаншоева Лилия Хакимовна стали призерами этого конкурса Достойно всяческих похвал преподавателей Зайнулина Лидия Салимовна, Хайрулина Лилия Хабировна, Шеяхметова Фагали Ризовна, Валиева Тамара Андреевна, Юсупова Гульсина Растифовна, Сафина Фазина Разиевна, Макарова Тамара Семеновна Соснина Любовь Ивановна, Галиева Зинера Хакимовна, Фазулова Фидалия Салиховна, Саитова Санья Сагитовна, Садритинова Рида Махмутовна и многие другие Вы видите, как основательно подготовился коллектив школы к новому учебному году В классах и кабинетах стало очень светло, уютно Напрочь отказались от серых темных красок Основательно изменен интерьер залов, коридоров Самым приятным для учащихся, конечно же, стало вручение премии победителям районных и республиканских конкурсов Коллектив школы и учащихся со знаменательным событием поздравил глава администрации Назир Загитов-Зиазов Совершенно и новый, он повысился еще во много раз Поэтому это знаменательные события, я считаю, не только для этой школы, в целом для нашего района Это отличные достижения, они не зря даются Поэтому мы выдержали все с вами испытания, которые нам отбилось в течение этих двух лет испытательного срока Поэтому я от души поздравляю вас, это настоящий праздник для школы, для всего нашего Неновольского района Желаю вам всем доброго, здоровья, счастья и дальнейших успехов Конечно, на сцене выступили и сами гимназисты Только кто сам умеет Людям сказку рассказать Что рассказать Той страны, страны особые, о которых мы поем Наша старая планета вся изучена давно Но страна большая, это вечно белое пятно Пусть в эту страну не идут, не идут поезда Наши учителя, сердечное вам спасибо Слово для поздравления было также предоставлено начальнику нефтегазодобывающего управления Краснохолмснефть Пензину Юрию Гавриловичу Ключ от нового здания И я сегодня очень доволен, что ключ попал в надежные руки Здание, в общем-то, хорошо сохранено И самое главное, что в этом здании получают дети хорошее образование Учатся, побеждают в конкурсах, в олимпиадах И поэтому я бы сегодня хотел вас поздравить с большим праздником С присвоением в школе звания гимназии Это более высокая ступень Сказать вам большое спасибо Что вы хорошо относитесь к детям Что вы вкладываете душу в это воспитание детей И пожелать вам новых успехов и крепкого здоровья Групповой портрет гимназической класса продолжили юные математики 5-го АБ-класса Что есть в ночи? Учим мы как автоматы Имена, названия, даты Парим просто наизусть Если после урока вроде что ты так одинока И до судьбы скучит 5-й Б наш приходи Много мы научим В понедельник Кружок, мягкая игрушка Мы едем, едем, едем в далекие края Хорошие соседи, счастливые друзья Там весело живется Мы песенку поем А песенки поются О том как... 26,5 тысячи Будьте любезны, дайте мне пожалуйста зачет Это моя задача на завтра Я ее дома перепишу, а товаром не надо Надо же подумать только Какой умный гимназист Вот дисплей, клавиатура, дискобок и принтер Но учусь программы я писать И не нужно память загружать Все компьютер выдал строк Это пара практиков Поздравил также преподавателей и гимназистов Заведующий Горанно Хузин Зикав Арсланович Ведь буквально 10 лет тому назад Нам даже не разрешалось изменять Учебные планы, учебные программы Но буквально с приходом Инициативной команды Под руководством Рафката Демирвайча Дорганова Министерства народного образования Республики Вашистан Нам развязали руки Стало возможно применять Многие типы ущебников Ущебных программ И ущебных планов Мне сегодня От имени Районного отдела народного образования От тех директоров Которые присутствуют в этом зале Еще раз хочется Поздравить вас Получением статуса гимназии И пожелать вам крепкого здоровья Счастья и успехов В вашей нелегкой работе Слово для поздравлений Также было предоставлено Председателю совета школы Начальника УТТ Хабибову Инзилю Факимовичу А потом на сцену были приглашены Гимназисты с 7-го Б-класса Мы молодые математики Янаульской школы гимназии Директор школы гимназии Наш любимый Ханив Харисович А помните, ребята Как наш директор заболел Идеей о гимназии Всех учителей заразил А детей тем более И вот небо утреннего стяг В жизни важен первый шаг Видишь, леет над Янаулом Школа гимназии первый флаг Хорошо быть гимназистом Хорошо быть гимназисткой Шаговы и спецкурсия У нас теперь все иначе Собираюсь я по крыше погулять Ведь не только из дождя Она и снега Прихочем для рисования играть На краски попрошу саймы у неба Я по крышам, как по площади пройдусь Познакомлюсь с голубями и котами В этом я вижу, что сходим наизусть Они в ответ помашут мне глазами На крыше, на крыше На солнце поближе На крыше до неба Рукой это брать Я с крыши, я с крыши Субтитры создавал DimaTorzok Затем на сцену вышли Самые старшие гимназисты 11-го Б-класса А что такое презентация? Сэр, это нечто новое Плюс грандиозный банкет Конечно, огромное количество подарков И красивые, очаровательные Друзей он хотел сказать Джентльмены, а что мы тут стоим? Мы представляем нечто новое Неординарное Оригинальное Мы представляем, приветствуем Мы приветствуем всех тех, кто пришел на наш праздник Мы приветствуем наших гостей Ведь в Коране записано, что гость, пришедший в дом в священный месяц Рамазан Является посланником пророка Мухаммеда И приносит в дом радость и счастье Сегодня у нас праздник Ровно два года назад мы стояли у истоков гимназии А что такое школа гимназии? Это очень много новых предметов Много информатики Много писемки А все остальное Цифры, цифры, цифры И постоянное недосыпание Постоянная отмена свиданий И вот, уже в течение трех лет Мне снится один и тот же сон Когда я кого-то опаздываю Проснись, Александр И жизнь прекрасна И нас окружает И где кружится снег шарьной Где моря козят круглой волной Где подолго-долго Ждем порой мы везть Чтобы вырослый И час Нужно верить каждому из нас Нужно верить каждому В то, что счастье есть Мы желаем счастья Все интересные идеи Зарождаются в ходе Творческой работы с детьми В тесном сотрудничестве С научными обществами С высшими учебными заведениями Как сказал Ханев Харисович Коллектив школы И впредь будет внедрять Все, что будет полезным И нужным для воспитания Разносторонние, развитые личности Мы не идем по протаренной дороге Будем экспериментировать Учиться на ошибках Все наши действия В конечном счете Направлены на то Чтобы и обучение И воспитание В школе и гимназии Отвечали самым строгим Современным требованиям Но давайте же пожелаем Администрации школы Коллективы преподавателей Успеха в работе Крепкого здоровья Благополучия во всем А учащимся Хорошей учебы ВИВАТ Гимназия ВИВАТ 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 Субтитры создавал DimaTorzok